День с толком В Барнауле начнут отбирать кандидатов на должность мэра. Мнения жители города не учтут. Почему из близкого киоска изъяли 400 тысяч сигарет? Когда приходят квитанции сложными цифрами, пенсионерка выиграла суд над управляющей компанией. Сегодня барнаульские депутаты на заседании Думы определили дату конкурса, на котором будут выбирать главу города. Ранее коллеги из краевого депутатского корпуса приняли решение о том, что горожане не смогут сами выбирать мэра Барнаула. И он определится исключительно по результатам конкурса. Большинство в Барнаульской Думе проголосовало сегодня за предложенный порядок проведения отбора кандидатов. А отобрать их предстоит специальной комиссии, состоящей из 10 человек. Пять из них представят депутаты гордумы, вторую пятерку назначит губернатор края. Подать документы на рассмотрение этой комиссии сможет любой желающий. Если документы примут, кандидата пригласят на следующий этап собеседования. Каждый кандидат представит свое видение развития города Барнаула. Как он видит деятельность как главы, так и администрации. Как видит взаимодействие с краевой властью, с депутатами Барнаульской Городской Думы. Будут заданы соответствующие вопросы. Далее конкурсная комиссия будет принимать решения. На заседании Городской Думы комиссия представит не менее двух кандидатов. И глава Барнаула определится уже тайным голосованием. Кто станет главой города, узнаем уже 6 февраля следующего года. Жительницы Барнаула начислили несуществующую задолженность за холодную воду. Но пенсионерка оказалась не робкого десятка и выиграла суд над управляющей компанией ДС-2. Теперь женщине ничего не нужно выплачивать. Но это очень редкая история, когда для собственника все завершается хэппи-эдом. Такие же квитанции за должностью получили еще около 3000 человек. Оказалось, задолженность существует на самом деле только не у жителей города, а у самой управляющей компании. Они неправильно установили приборы учета в своих домах еще в 2012 году. И почти за 7 лет накопился приличный долг. Но десятки миллионов ДС-2 не собирается платить из своего кармана, поэтому распределяет сумму между собственниками. А это 73 многоквартирных дома. За должность приходят те, у кого установлены приборы учета. Управляющая организация, как профессиональный игрок на рынке, она должна четко трактовать нормы, которые необходимо применить прилагательно к каждой из ситуаций. И вот в данном случае нормы ими были применены не совсем верно. И из-за этого возникла такая большая разница по фонду, который находится у них в управлении. Как получилось, что приборы учета были установлены неправильно? И как повлияли несуществующие задолженности на жизнь барнаульцев, расскажем в ближайшем выпуске новостей. А сейчас переходим к другой теме. Остановить массовую утечку мозгов из Алтайского края требуют алтайские ученые. По их словам, в крае недостаточно развита поддержка молодых исследователей. Поэтому они просто уезжают из родного региона. Ученые классического вуза даже обратились к председателю Алтайского законсобрания Александру Романенко с просьбой рассмотреть новый законопроект о поддержке молодых ученых. Выпускник технического вуза, молодой ученый, преподаватель, победитель федерального гранта, без пяти минут кандидат технических наук Сергей Гайс, только что с завода, где изготавливает детали для деревообрабатывающих станков. Работа пыльная, грязная, признается Сергей. Но хорошо оплачиваемая – 40-50 тысяч рублей в месяц. У него есть и непыльная занятость в политехе. Правда, это больше хобби, признается молодой человек. Реального заработка научная деятельность ему не приносит. Я в УЗИ преподаю на 0,2 ставки ассистентам на сегодняшний день. Ставка ассистента, если не ошибаюсь, 9-10 тысяч. То есть от 10 тысяч, 0,2, там выходит порядка трех, по-моему, тысяч. На эту голую зарплату преподавателям выжить, я считаю, что проблематично. А это 33-летний ведущий сотрудник классического вуза Николай Серегин – кандидат исторических наук. Размер своей зарплаты не назвал. Добавил лишь, что при желании научные сотрудники могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, печатаясь в научных сборниках, издавая монографии, подавая заявки на гранты. Тем не менее, Николай Серегин сегодня в кабинете председателя Краевого Заксобрания Александр Романенко. Пришел за законом, поддерживающим молодых ученых. Безусловно, есть необходимость расширения поддержки молодых ученых в связи с целыми обстоятельствами, в том числе в связи с необходимостью целенаправленную работу по предотвращению оттока молодых ученых из Алтайского края. А для этого нужен целый пакет льгот для молодых исследователей. Дополнительные гранты, научные оплачиваемые командировки, стипендии, премии и многое другое. Если такие меры поддержки появятся, то наши светила науки не будут уезжать из региона. Александр Романенко ученых услышал и отметил, что, возможно, уже к концу этого года краевые депутаты рассмотрят закон о поддержке молодых умов края. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком. Ощутить дождь из жидкого азота и познакомиться с молекулярной кухней смогут школьники Алтайского края. Педагоги технического университета запустили проект «Пригласи ученого». Чтобы преподаватели вуза сами пришли и провели занятия, школам требуется лишь оставить заявку. Подробнее в сюжете. Такую физику можно и потрогать, и ощутить на вкус. Проект уже пятый год, но желания изучать науку более детально у школьников все больше. Педагоги технического вуза с удовольствием им в этом помогают. Причем проводят уроки не только для барнаульских учеников. Организуют научные дни и выезжают целые делегации по школам края. Цель проекта «Пригласи ученого» – привлечь школьников к научной деятельности. Во-первых, мы показываем, что физика – это не скучная наука, а интересная, зрелищная. Во-вторых, мы не просто представляем это как некоторые фокусы, а объясняем физическую суть явлений, которые наблюдаем, знакомимся с физическими величинами и с некоторыми интересными процессами. Подать заявку может любая школа. Достаточно выбрать, какое из предложенных занятий будет полезно для учащихся. Первой определилась в гимназии номер 40 и пригласила кандидата в физико-математических наук. Хоть с физикой тут дружат многие, но такие уроки с жидким азотом, как выяснилось, мотивируют надолго. Я всегда считал физику довольно интересным предметом, потому что нам показывали опыты наши учительницы, но в более малых размерах. А тут прям такая демонстрация была, что я считаю, что мое мировоззрение касательно физики изменилось. Ну, сразу стало очень интересно. Интерес хорошо, а результат еще лучше. Организаторы проекта надеются, что школьники станут больше заниматься научной деятельностью и активнее участвовать в олимпиадах. Ведь за призовые места на конференциях вузы добавляют абитуриентам дополнительные баллы при поступлениях. А победы в олимпиадах могут обеспечить стопроцентное бюджетное место с повышенной стипендии до 25 тысяч рублей. Ты видел вот этот опыт с дезодорантом в воду? Это прям... Между тем, ученые технического вуза уже готовятся к следующему визиту в школу. На этот раз заявка на проведение урока по физике и кулинарного путешествия пришла из 80-й Барнаульской гимназии. Елена Кузовкина, Анна Ирбис, Александр Антропов. День с толком. В Бийске около года продавались сигареты с фальшивыми акцизами. Полицейские задержали подозреваемых. Они торговали контрафактом в киоске. Полицейские обыскали торговый павильон, 4 квартиры, 2 гаража. На обысках помогал специальный отряд быстрого реагирования. Изъяли почти 2000 блоков сигарет разных марок, банковские карты, телефоны и документы. Табачную продукцию отправили в лабораторию. По предварительной информации, около года члены организованной преступной группы занимались распространением контрафактной табачной продукции на территории Бийска и ближайших районов в крупном размере. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело. В совершении преступления подозреваются 5 человек. Уже в конце этого года на Барнаульском стадионе «Лабиринт» появится современный скалодром. Спортивный объект стоимостью 27 миллионов рублей финансирует Фонд поддержки Олимпийцев России. Высота будущего объекта 15 метров, площадь 200 квадратов. Объект предполагает большие широкие нависания, арку, модуль, эталонка для тренировки сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему. Примерно такой же скалодром в скором времени должен появиться и в Белокурихе. Специалисты считают, что строительство скалодромов даст дополнительный импульс к развитию этого вида спорта в регионе. Например, дисциплина лазания на скорость сегодня недоступна алтайским спортсменам, поскольку в крае нет места тренировок. Все крупные соревнования проводятся на высоких скалодромах. Ближайший такой объект есть только в Новосибирске.